Сегодня в Чебоксарах назвали имена лауреатов Государственной молодежной премии. Почетную награду получили 30 активистов. На церемонии присутствовала Ульяна Питакова. Есть ли альтернатива социальным сетям и как направить молодую энергию в созидательное русло? Отобрать лучших из лучших. Именно такая непростая задача стояла перед комиссией Государственной молодежной премии. Своей работой представили несколько десятков человек. Проекты личные и командные. Журналистика, культура, искусство, добровольческая деятельность, патриотическое воспитание. Все это, оказывается, волнует молодежь и занимает умы, а не посты в соцсетях и скандалы звезд шоу-бизнеса. Очень важно, чтобы вот такие проекты не просто они были, а самое главное, чтобы они масштабировались. И, конечно же, мы всячески будем поддерживать и дальше вот такого рода направления. Анна Володина – улыбчивая блондинка. Сегодня в строгом. Белый верх, черный низ. Обычно вот так. Футболка, кроссовки и джинсы. Ее проект удостойной награды. Полевая археологическая школа. Детективы прошлого. Черепки, монеты, украшения. Осколками прошлого пишут картину настоящего. Этому учат своих подопечных. Анна Володина несколько лет преподает историю в школе. Зимой уроки в классах, летом экспедиция, что называется, в поле. Была очень насыщенная обучающая программа. Это лекции, семинары, мастер-классы, посвященные истории. Как это происходило вообще в полевых условиях? Это достаточно сложно организовать. Да, довольно-таки сложно. Но у нас была вся необходимая техника. Поэтому каждый вечер, если это была, например, лекция, у нас ставили проектор. В этом году и Анна, и другие лауреаты премии продолжат развивать свои проекты. Кто-то готов выйти на общероссийский уровень с перспективой получения президентского гранта. Заявки уже подзаны.